Это конец, ребята, это конец, это конец, это конец чистому небу, это вот последняя сданная очередь, вот это 13-е, а там дальше 14-е, все, больше чистого неба нету, все закончилось. Друзья, всем привет, в эфире канал Питер, недвижимость новостройки и с вами специалист по недвижимости Гуменный Егор. Ну что, кончилось лето и пришел конец новостройкам, да, такое название было пару видео назад на моем канале, да, в связи с тем, что закончились самые выгодные условия по ипотеке с господдержкой, увеличили первоначальный взнос, да и ставочки немножко сейчас поднимаются. Но, тем не менее, есть еще выгодные условия, чтобы купить квартиру в ипотеку с комфортным ежемесячным платежом, сейчас есть ставки от 2,5% на весь срок, пока есть, поэтому не стесняйтесь, обращайтесь, я вам все подробно расскажу и скажу, где такие ставки. Ну и прошла пора жилого комплекса чистого неба, потому что все очереди на данный момент уже сдались, а тем, кто не знает, что такое чистое небо, это один из самых, наверное, популярных комплексов комфорт-класса у нас здесь в Санкт-Петербурге. Состоит он из 14 очередей и первая очередь сдалась аж в 2017 году, то есть это 5 лет назад. И вот буквально недавно сдалась последняя 14 очередь. Это один из самых больших комплексов в Санкт-Петербурге. Вот эти 14 очередей, 14 корпусов образуют один из самых больших внутренних дворов в нашем городе. Протяженность в диаметре порядка полутора километров, расстояние по периметру составляет 5, где-то около 5 километров. Вот такой большой комплекс, и вот он, наконец-таки, весь сдался. Квартир уже практически не осталось. Ну, есть еще некоторые варианты. Застройщик не все продает сразу, а оставляет какие-то варианты про запас, чтобы продать потом уже дороже. Так что, если вы интересуетесь этим жилым комплексом, обращайтесь ко мне. Я вам скажу, что можно здесь сейчас приобрести. Да и, в принципе, наверное, в нашем микрорайоне Каменка, да, где вот чистое небо находится, и же с ними уже практически уже не осталось, наверное, никаких жилых комплексов, интересных вариантов по доступным ценам. В данное время сейчас у моих клиентов пользуется спросом новый комплекс от Settle Group. Это Prime Приморский, он будет самый близкий к будущей станции метро, которая, надеюсь, откроется в 2027 году, как нам сейчас обещают. Но сами знаете, как у нас метро строится. Но, тем не менее, он будет один из самых близких. Если хотите узнать подробности про него, презентацию, напишите в комментариях, хочу презентацию по Prime Приморскому, и, соответственно, я вам ее вышлю. Ну, и в Prime Приморском квартир не так много сейчас в наличии. Именно поэтому до недавнего времени вот эти поля, которые находились за чистым небом, их перевели под жилую застройку. И как раз Settle Group выкупил большую площадь, большой участок этой земли для строительства новых жилых комплексов. Об этом я описал в своем телеграм-канале. Кстати, если вы хотите быть в курсе всех последних новостей по Санкт-Петербургу, недвижимости, новостройкам, знать интересные условия, акции, скидки и предложения, обязательно переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там все самые горячие предложения. Ну, а сегодня я приехал, вот это 13-й корпус, 13-я очередь, где у нас будет сегодня приемка квартиры с нашим дорогим клиентом. Клиентов, как вы знаете, наверное, те, кто давно уже подписан, следит и обращался ко мне за консультацией. Клиентов мы сопровождаем до самых ключей с профессиональной приемкой, чтобы выявить все замечания, косяки. И потом, чтобы не бодаться с застройщиком, сразу же на месте зафиксировать, а что-то, возможно, даже и сразу устранить. И вот этот 13-й корпус, он на самом деле большой, из нескольких частей состоит, но мы сейчас находимся, наверное, в самом интересном корпусе среди всего чистого неба. Потому что это вот такой небольшой дворик, преимущественно он состоит из 10-этажных домов. Такой замкнутый, закрытый двор и вот еще одна большая вот такая секция. Там уже получается 24 этажа. Но здесь, в этом дворе, в этих домах нету студий. То есть это в основном только семейные секции. Как вы знаете, наверное, в чистом небе есть корпуса, где до 15 квартир на этаже. А это вот такой вот интересный корпус, где как раз комфортное количество квартир на этаже. Там в районе 5, может быть, даже где-то больше. Но вот в этих маленьких домах по 5 квартир на этаже. Ну что, давайте я вам покажу, как выглядит двор. Двор закрытый у нас. Посмотрим с вами, как выглядят входные группы. Ну и примем квартиру. Квартира у нас сегодня на приемке интересная. Это большая евро-трешка. И я подразумеваю, что будет у нас неплохой вид из окна в сторону лахта-центра. Так, ну что, вот у нас такой дворик. Очень много зелени. Нету взрослых деревьев. Они высаживаются где-то по периметру, потому что у нас под двором находится подземный паркинг. Поэтому деревья просто здесь не прирастутся, потому что некуда пускать корни. Но зато много травки, много кустиков. Вот, застройщик здесь не пожалел. Есть такой пожарный проезд, да, для спецтранспорта и разгрузки-погрузки. И вот немножко поднимаемся на пригорок. И тут основная часть двора со спортивными площадками, детскими площадками. Ну и зоны отдыха для взрослых. На детской площадке у нас такое набивное покрытие безопасное. Вот такие качельки. Вот такая вот зона со спортивными тренажерами. Ну и с таким вот ландшафтным дизайном. Есть вот такие беседки с качельками. Столы для шахмат. Стол для настольного тенниса. Ну и вот еще такая детская площадка. Такой небольшой внутренний двор. Повторюсь, он закрытый. Закрытый от машин и от посторонних. Вот эти домики, это как раз вход в подземный паркинг. Ну что, теперь пойдем посмотрим парадный. Да, кстати, вот такая вот новая система навигации. Здесь вот обозначена парковка для велосипедов. Вот, соответственно, обозначен вход в подземный паркинг. Непосредственно сама велопарковка. Это вот новая такая система навигации. Это в новых комплексах. Ну и в последних очередях непосредственно чистого неба. Значит, у нас вот вход в парадную. Здесь, правда, у нас есть небольшие ступеньки. Ну, есть небольшой пандус. Такая входная группа. Здесь такая интересная штукатурка. Не знаю, как она называется. Проходим через предбанник и попадаем в парадный холл. Такой же дизайн холла будет и в 14-й очереди. Такой же дизайн холла и в 12-й, 11-й очередях, 13-й, непосредственно где мы сейчас находимся. И в 14-х очередях. Лифты отис еще. И навигация, где какая квартира, на каком этаже у нас находится. Так, здесь у нас есть колясочная. Как же без нее? Есть эта семейная секция. Вот она пока открытая. Но здесь ничего нет и темно. Так, у нас на 12-м этаже получается квартира. Вот такой холл. Ну и вот для понимания, как выглядит весь жилой комплекс, вышел на общий балкон. Это у нас 14-й, 14-я очередь, 12-я, 10-я, 9-я. Это вот бежевые дома. И в этот дом это 13-я очередь, 11-я и дальше 7-й корпус. А голубые, белые, серые, это 5-я очередь. 6-го корпуса здесь не видно. И вот это вот, вот это все, это вот этот самый большой внутренний двор в Санкт-Петербурге. Здесь будет 3 школы и 5 или 4 детских садика здесь помещается. Ну, а там дальше в полях новый участок Светлгроб. И что-то будет новенькое. Надо отметить, что очень чисто, да, при приемке квартиры в данном доме, вот с этого. Вот даже на черной лестнице, видите, тут бетон покрашен. Даже следов нет никаких. Вот все опрятно, все чисто. Никакого строительного мусора не валяется, там ни следов, краски, пыли. Вот все выдрано, чисто, вообще просто молодцы. Просто вот не стыдно продавать вас Светлгроб. Не стыдно, поэтому продает. Так, ну что, кататого не взяли? Смотрите, как клининг даже хороший. Даже следов нет, даже страшно наступать. Ну и вот, какой вид у вас, смотрите, шикарно. Да, кстати, у нас, так как подсмотрение, соседи, соседи снимали, у них вот это, не видно, у нас даже лес видно, шикарно. Вид у вас вообще не, квартира столько не стоит, она дороже должна быть. Так, вот у нас получается еще одна жилая комната. Здесь отделка темная, да, потому что четный этаж, на всех четных этажах темная отделка, на нечетных светлая. Так, вот у нас лоджия тоже с видом на лахта-центр. Вот, и получается кухня, а кухня у нас сколько, не помните? 18 метров, да, кухня? А это кухня, да? Это кухня. Ну вот, как раз видно провода под плиту и вывод посудомыш. Здесь почему-то звук на камеру не записался, покажу вам санузлы. Здесь раздельно у нас санузел, то есть справа от входа у нас туалет, унитаз с раковиной, слева от входа у нас ванная комната, кафельная плитка на полу на стенах, такого формата. Есть вывод под стиральную машину и влагозащищенная электрическая розетка. Установлен полный комплект сантехники, то есть это тумба с раковиной, смесители, ванна и душевая лейка. Пол ванной с электроподогревом. Проверяется вентиляция, тяга есть. Проверяется геометрия стен. Мастер, если сейчас придет, исправит, но еще раз все проверим. Все остальные розетки под напряжением и подземлением везде 220, вопросов нет. Подворочной панель, силовой кабель также 220, напряжение, заземление, все присутствует. Здесь хорошо. Верхнее освещение у вас 4 жилых, 2 пазы, земля и ноль, двухклавичный выключатель. Каждая клавиша отвечает за свое питание на проволоке. Вопросов нет, расключить более сложную люстру есть возможность. Здесь хорошо. По номиналам автоматов. Номиналы автоматов соответствуют, маркировка автоматов соответствует. Проверял каждую зону, включая только один автомат, чтобы все проверить, как раскручено. Замечаний нет. Звоночек работает, щит закреплен, состыкован, здесь все хорошо. То есть по электрике одна розетка. По вентиляции проверяется при открытом окне закрытый входной дверь. Тяга есть что на кухне, что в двух санузлах. Тоже вопросов нет. По геометрии в принципе достаточно неплохо. Есть парочку замечаний, они не столь страшны. На стену у нас 3 мм на метр, не более 10 мм на всю высоту. Это допуски на обычную штукатурку. Есть небольшая неровность плавного очертания. Вот здесь мы видим, у нас допускается до 4 мм на метр, не более 10 на 2 метровую рейку. Вот здесь в центре идет небольшой изгиб. По факту функционально это особо ни на что не влияет. Даже если вы сюда планируете поставить шкаф, он станет спокойно без каких-либо замечаний. Он изгиб в пупло или выпукло? Выпукло. Шкаф тогда может быть. Да, но он в пупло. Смотри, что он будет смотреть. Просто если шкаф будет выпуклый. Нет, нет, в пупло нет. Вот полазу я выставляю в плоскости двух углов и вот в центре он в обмор. Грубо говоря. Грубо говоря. Грубо говоря. Нет, нет, он ведь полосатый не идет здесь. Да, полосатый. Если бы он сюда выходил, тогда бы полосатый. То есть по стеночкам размером на сантиметр. Поэтому при построении угла 90 градусов у нас допуск 2 сантиметра. Выстраивая плоскости двух стен, мы видим, что у вас практически идеальный 90 градусов. Во всех помещениях у вас точно то же самое. Вот. По оконным балконным блокам. Миллиметр на метр не более трех навесены. В двух плоскостях ровно. Радиаторы силы установлены ровно. Межкомнатные двери до 3 мм. В двух плоскостях ровно. Единственное замечание еще по напольному покрытию. Это полный динамик 2. Оно в принципе тоже не столь страшно. Отметно получается по радиатору. У нас допускается с 2 мм на метр не более 10 на всю длину помещения. У нас с вами на данном участке по факту в районе 5-6 мм. Т.к. здесь радиатор. Функционально здесь с шкафом ничего стоят на таком основании. Поэтому функционально… Ребенок немножко. Да. Ребенок наоборот. Вот. То есть в принципе из геометрии неровность и там больше движения по геометрии. Александр, просьба еще для моей супруги, пожалуйста. Вот. Поехали. Да. Все. Достаточно. И не хватит. Получается по стеклам обеду. Допускается царапины 2 штуки не более 30 мм. Осматриваем с расстояния 1 м при естественном освещении при прямом углу. Здесь у нас сколы. Сколы не допускаются с царапины. Поэтому 2 стекла под замену. По профилю мы осматриваем с расстояния 0,6-0,8 м при естественном освещении. Я осмотрел профиль при боковом. Никаких механических повреждений я не увидел. Самое главное, что нету никаких трещин в сварных шлах и нету трещин на изломе створки. Это самое важное. Створка откидная поворотная. Благератор двойного отрывания у вас все функционирует. Здесь все отлично. По укладняющему контуру тоже по периметру все хорошо. И по прижимным элементам тоже все хорошо. Если его не покрасить, он начнет просто проступать ржавче. Это масло в принципе тоже придется исправить. На тварке не деформированы. Соединения обжарны. Здесь все хорошо. По шпукатурке простучал. Никаких отслоений здесь не услышал. Подготовка обоев мы осматриваем с расстояния 3 м при естественном освещении. Подготовочку мы смотрим при боковом освещении. Дальше проверяем при естественном. Почему? Тени при боковом освещении допускаются при естественном? Нет. Каких-либо крупных дефектов шпаклевки я вообще не увидел. Здесь хорошо. Подготовка обои все целы. Потолочек аналогично. Осматриваем при естественном освещении. Мы осмотрим при боковом. Дальше проверяем. Каких-либо дефектов шпаклевки, дефект окрасок нет. Потолочек аккуратненький. Здесь хорошо. По ламинату. Просадки ламината допускаются до двух миллиметров. Просадок, превышающих допуска, не убеден. По ламинату. Ламинат. Здесь описаны простенькие. 32 класс. Влажную уборку не любят. Услуга допускается до 15 миллиметров. Единственный момент. Это то, что у вас темный ламинат, он всегда будет царапаться. К этому готовьтесь. Да. Здесь были небольшие царапины. Мастер их отреставрировал. Да. В принципе они уже не сильно выделяются. Повреждения против пореза на раме. Мастер придет аккуратненько, подполирует и все. Здесь немножко короткий импост. Необходимо просто загерметизировать. И прорисание балконной двери. То есть когда просил меня закрыть, с внешней стороны у нас балконная дверь уплотитель сверху не прижимает. Мастер должен прийти и атрибулировать. Повреждений не увидел. Трещин не увидел. По ламинации, если вы выйдете ко мне на балкон, вы увидите, да, что ее реставрировали. Так, вот для примера 60-метровая квартира. Евро трешка. Значит, вот такой вот коридор. Прямо комната с лоджией. Ванная. Туалет. И кухня практически 18 квадратных метров. Чуть меньше. 17,8. 17,8 квадратных метров кухни. Так, ну что, друзья, квартиру, я так думаю, что скорее принимаем, чем не принимаем. Там есть замечания. Все стекла под замену. Ну и там подделочки чуть-чуть. Приемка у нас идет как бонус за лояльность для наших клиентов. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И обязательно на телеграм-канал подписывайтесь. Потому что там бывают часто розыгрыши, розыгрыши денежные. Ну и всякие горячие предложения. Там скидки, акции на ипотечные программы. Так что подписывайтесь на телеграм-канал. А как мы заходили тогда? А, мы вот здесь, наверное, заходим. Все, пока-пока.